МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, это действительно историческое событие, потому что со дня строительства прошло почти 50 лет, и то оборудование, которое мы поменяли сегодня, не менялось со дня основания, со дня строительства театра. За это время, конечно же, и металл, там в основном металл, ролики, все это превратилось практически в хлам. Мы выкладывали, когда убрали все это на замену, мы выкладывали этот металлолом фотографий везде в сети, и зрители, многие писали, боже мой, как это все работало. Поэтому, конечно, для нас это великое счастье, это большой подарок, и мы сегодня очень рады, что это произошло. И это не просто замена. У нового аппарата какие-то дополнительные технические возможности? Ну да, конечно, прошло 50 лет. 50 лет назад никто не предполагал, что можно управлять кругом и кольцом, движением, скоростью, направлением с помощью компьютера. Тогда мы про компьютер вообще не понимали, что он когда-то придет в нашу жизнь. То есть все намного проще? Все намного проще. Если у нас есть круг внутри, да, снаружи кольцо, на котором мы ставим декорации, и меняются сцены, что-то происходит, какое-то движение. Иногда нужно было, чтобы круг и кольцо двигались вместе. Они не могли двигаться вместе одновременно, потому что это все с помощью ручек крутилось. И вынуждены были с помощью таких штырей их вместе соединять. И тогда кольцо крутило за собой круг. Ну, в общем, там была целая история. И все это, конечно, знаете, как ручку повернул по мреж, круг пошел. Ручку поставил назад, резко остановился круг. И все, что на круге и кольце, в том числе артисты, они, в общем, так это... Сегодня все, можно любую скорость задать, можно плавно остановить, можно резко остановить, можно каким угодно образом, потому что все закладывается в компьютер, да, задается определенная программа, и сегодня круг может крутиться в одну сторону, кольцо в другую. Ну, и, в общем, ну... Но зрители со своих мест не заметят, что что-то новое, или все-таки заметят? Вы знаете, я думаю, что все-таки они заметят, потому что есть очень наблюдательные зрители, которые, когда артист чуть ли не падает с этого кольца, они говорят «ох». Или там, если на столе стоит какая-то посуда и начинает там стакан или графин качаться, то тоже, в общем, поэтому... Нет, конечно же, заметят. И потом, сегодня мы можем показывать спектакли, ну, старые мы уже не поменяем, а в новых спектаклях, если двигался круг и кольцо, то режиссер вынужден был поставить обязательно какую-нибудь громкую музыку, потому что все это со скрипом, это все двигалось. Сегодня это все бесшумно, слава богу, и сегодня, в общем... Я думаю, что самые наблюдательные зрители, те, которые видели наши спектакли, и те, которые придут еще раз посмотреть те спектакли, которые у нас «Кругом и кольцом», они, конечно, они заметят, да. С этим я вас поздравляю. Спасибо. Стоит поздравить еще и с тем, что в репертуаре будет обновление. К вам приедет Константин Хабенский. Ну да, да. Что это за проект? Мы очень долго к этому шли, и сегодня, вот вчера я объявила о том, что Константин Юрьевич приедет, а сегодня уже у меня появляются мысли, господи, хоть бы это все произошло, и хоть бы это все случилось, и как это все мы будем осуществлять. Очень давно хотелось, чтобы какой-то именитый артист, режиссер приехал, поставил у нас спектакль, и, ну, в общем, такой подарок. Это все-таки подарок и жителям Алтайского края, и театру, артистам, потому что поработать с такими людьми тоже замечательно, это опыт определенный. У нас появится спектакль, который, я думаю, будет востребован. Константин Юрьевич, долгое время у него была мысль создать вот какой-то такой спектакль, и он ее долго вынашивал, у него есть замечательный товарищ Николай Реутов. Николай Александрович несколько раз приезжал к нам, здесь у нас работал в спектаклях, он занимается с артистами, пластикой. И когда я ему высказала мысль о том, что вот хорошо бы, он говорит, давайте я попробую с Хабенским поговорить, потому что у него есть какая-то такая замечательная мысль. Мы, слава богу, уговорили Константина Юрьевича, и он заказал пьесу Александру Цыпкину, беспринципное чтение. Те, кто интересуется, можно вообще в Ютьюбе посмотреть. И Хабенский очень много читает Цыпкина, и они вместе читают. И вообще многие известные артисты наши читают Цыпкина. И Константин Юрьевич Цыпкину заказал вот эту пьесу, которая будет называться «Интуиция». Пока, вернее, называется спектакль, но я думаю, что он так и будет называться. А почему «Интуиция»? Есть уже какие-то догадки? О чём это? Давайте я пока не буду вам рассказывать, о чём это. Догадки есть, я и просто читала эту пьесу. Вот, это всё-таки, знаете, я скажу в нескольких словах, это пьеса о человеческой жизни, о человеческой душе и о том, что нужно всегда задумываться, вовремя ли ты сказал спасибо своим близким. или, то есть, есть время уходит, есть время, когда ты попадаешь на небеса и начинаешь думать, зачем же я так сделал, а вот мне нужно было. То есть, есть у человека какое-то последнее желание, которое он не успевает выполнить, и вот что-то происходит с человеком там, предположительно. Это вот сейчас будет очень грубая параллель, но это никак не связано с той обстановкой, в которой мы всё живём? Нет, 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 нет. Об этом, ну, во-первых, Хабенский об этом мечтал давным-давно, об этой пьесе он думал, да, я думаю, что это может быть, я предполагаю, я не знаю, может быть, это после смерти его супруги, да. Он же очень много занимается благотворительностью, он помогает детям, которые смертельно больны, и они совместно с постановочной группой определённой ставят спектакли для таких детей. Поэтому я думаю, что он давно вынашивал эту мысль и разговоры о том, чтобы написать, и они писать начали пьесу задолго до того, как мы узнали, что существует вот такая вот зараза в этом мире. Поэтому это вообще даже никак не связано, ни параллельно, ни перпендикулярно никаким образом. Актёры будут наши? Актёры будут только наши. В середине ноября часть постановочной группы приедет для того, чтобы провести кастинг. Я уже артистам нашим сказала, они задумались многие. Там будет занято ориентировочно, но судя по тому, как я прочитала пьесу, где-то человек 15, поэтому большая часть группы будет занята. И тогда уже, когда пройдёт кастинг, когда я подпишу приказ о распределении, и тогда мы всё расскажем, и тогда, я думаю, попрошу уже... Я специально не говорю и не анонсирую эту пьесу, этот спектакль, для того, чтобы это всё-таки должен сделать режиссёр, который... Вот это его мысль в первую очередь. Каждый человек, читая пьесу, он по-своему трактует её. Я считаю, что это вот про это, а он считает, что это про это. И всё-таки режиссёр будет ставить спектакль, и режиссёр должен трактовать то, о чём он будет говорить зрителям. Ещё один именитый гость к вам ожидается – Владимир Золотарь. Да. Про его проект здесь что-то известно? Про его проект пока известно, но я не могу озвучивать то, что он будет ставить, потому что он окончательно не определился. Я буквально позавчера спросила, Владимир Александрович, я собираю пресс-конференцию, я говорю о том, что вы приезжаете, и называю пьесу, о которой мы с вами договорились, на что Владимир Александрович сказал, Любовь Михайловна, что я приезжаю, говорите, а пьесу, ну дайте я ещё немножко подумаю. То есть он, в общем, ну я понимаю, ему хочется вернуться вот с каким-то таким замечательным спектаклем. Он умеет придумывать, он, конечно, большой молодец. И я очень рада, что Владимир Александрович согласился. Я думаю, что, в общем, так оно и должно быть, потому что у него на нашей сцене было достаточно много замечательных пьес, удачных. Мы буквально, я не знаю, там, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году только «Собачье сердце» его сняли с репертуара, но потому что уже всё, он уже прожил большую жизнь, поэтому... А как вы думаете, эта новая постановка, она будет такой же необычной, как и его золотомасочная? Я очень надеюсь на это. Ну, да, человек же всё равно набирает какой-то опыт определённый, у него что-то новое появилось. Я думаю, что он будет какой-то спектакль такой. Ну и, наверное, зрители уже соскучились. Конечно, и зрители соскучились по Золотарю, и артисты соскучились, потому что, когда я на собрании коллектива сказала о том, что в январе к нам приезжает с постановкой режиссёр, и после слов «Владимир Золотарь» раздались бурные продолжительные аппродисменты, его возгласы. Поэтому это, конечно, это подарок артистам в первую очередь. Ну и теперь главное, чтобы всё состоялось, вот расскажите ещё раз про те меры защиты, которым надо быть готовым зрителям. Ну, в первую очередь, конечно, каждый человек принимает решение сам для себя, идти в театр или не идти в театр, боится он или не боится. Есть люди, которые не боятся прийти в магазин без маски, ходить там, а есть люди, которые её одевают. Поэтому человек должен прийти, одеть маску, и мы в обязательном порядке измерим температуру на входе, и если она выше 37, то уж извините, мы такого зрителя вынуждены будем не пустить в зал, потому что нужно думать об окружающих. Мы принимаем все меры предосторожности. Понятно, что там убираем, протираем, моем и прочее, прочее, проветриваем. Мы приобрели антисептические всевозможные средства, и практически на каждом углу у нас стоят и висят, и как угодно. Мы приобрели рециркуляторы воздуха, в фойе будут стоять эти рециркуляторы и обеззараживать воздух. В зале перед спектаклем мы проветриваем в обязательном порядке, в антракте то же самое. Поэтому я думаю, что вот придя к нам, не опасно. Опаснее в автобусе плотно набитым, без масок. Вот это опаснее, но многие, в общем, не боятся. Поэтому, конечно, каждый сам принимает решение, но у нас 50-процентная загрузка зрительного зала, и мы решили, что вот рассадка в шахматном порядке – это не очень корректно, потому что я пришла с мужем, я хочу сидеть рядом, а меня через место садят. Нет, мы сделали по-другому. Городские зрелища и кассы, через которые мы продаем онлайн-билеты и не онлайн-билеты, разработали специальную программу. Согласно этой программе, если семья, 2, 1, 2, 3, 4, 5 человек, сколько угодно, до 6 билетов, по-моему, одновременно можно купить, вот как только человек купил, сделал покупку билетов, 3, 2, 1, и автоматически рядом по одному месту, слева и справа, закрывается. То есть рядом уже с этой семьей, ни справа, ни слева, никто сидеть не будет. А вот что касается артистов, для них не будет барьера, что они не видят лица, реакции, а только глаза? Ой, вы знаете, мне кажется, артисты так соскучились, что они, артисты иногда ни лица, ни глаза не видят, они чувствуют, вот чувствуют, я не знаю, каким чувством, я не могу это назвать, но бывает вот за кулисами, когда стоишь и говорят, ой, слушайте, сегодня зал такой вообще просто, а зал никак не реагирует, но аплодируют там, где надо, то есть это всё равно где-то идёт, там, я не знаю, 7, 8 или 25 чувства, когда они чувствуют, что зал принимает. Поэтому думаю, что нет, здесь должно быть всё хорошо. И последний вопрос. Сейчас очень популярное мнение, что коронавирус открывает новые двери, заставляет выйти из зоны комфорта. Вот с вашей стороны вы выходите из зоны комфорта, театр драмы? Нет, вы знаете, очень многие зрители в соцсетях пишут о том, что ну чего вы там вот так сильно переживаете, надо закрыть вообще все театры, вон есть онлайн, почему вы онлайн не работаете? Всё дело в том, что ещё великий Олег Николаевич Ефремов говорил о том, что он же был актёром и театра, и кино, и режиссёром, и он говорил о том, что театр – это живое искусство, каждый спектакль неповторим, и актёр не может играть одинаково сегодня, завтра и послезавтра. То есть это живое. А кино – это консервы. Если мы снимаем онлайн-спектакль, мы его показали, и всё, и всё, и это замерло, это навечно. Поэтому я думаю, что нет, это театр невозможно ничем заменить. Ну, остаётся пожелать удачи всему сезону, ему старту, чтобы ничего не помешало. Спасибо. А я напоминаю, Любовь Березина, директор театра драмы, поделилась секретами нового сезона. Увидимся.